Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Сейчас снова будем разговаривать о лунном календаре. Я уже рассказывала про свой лунный календарь, который я сегодня купила, для жителей Алтайского края. И хочу сейчас поговорить о том, что волнует многих. Многие говорят, что все данные лунных календарей на разных сайтах сильно отличаются друг от друга. Сейчас мы на эту тему побеседуем и я вам поясню немного, почему может такое быть расхождение. Вот смотрите, здесь благоприятные дни для перца сладкого указаны 9, 10, 11, 13, 14, 15 и 19, 20, 24, 28, 29. В моем календаре, который для Алтайского края, для перца сладкого, только с 20 по 29 отмечены как благоприятные дни. Я все-таки думаю, что если кто-то хочет придерживаться правил лунного календаря, то нужно искать вам где-то на сайтах в сети или покупать календари ваши региональные. Потому что вот этот для жителей Алтайского края, а тот, который я открыла, первый попавшийся, как мы обычно делаем. Вбиваем лунный календарь на январь 2018 года. Открывается несколько сайтов, мы берем любой и смотрим, и сеем, и делаем все работы по этому календарю без учета регионального. Потому что вот здесь этот сайт, я даже не знаю, с учетом какого региона, нигде ничего не указано. Просто они вот как печатают, как будто это единственно правильный вариант, и все. И все сайты делают так. И что интересно, сейчас расхождение еще покажу. Неблагоприятные дни. Здесь тоже отмечены второе, шестнадцатое, семнадцатое, восемнадцатое и тридцать первое. Вот в январе месяце. На моем календаре неблагоприятные, они примерно, ну как вот, тридцать первое тоже тут отмечено, но они уже немножко не так. Так, нет. В моем нет восемнадцатого числа. И есть наоборот третье, четвертое, пятое, а там нет. И вот поэтому-то я и не придерживаюсь никаких лунных календарей. Не сею только в полнолуние и в новолуние за день до и за день после. Потому что очень легко, идя на поводу у этих календарей, можно ошибиться. Вот видите, здесь указано 2, 3, 4, 5 неблагоприятный день. А здесь 2 и 16. Значит, если бы я посмотрела в этот календарь, 3, 4, 5 я бы считала нормальными днями, но не запрещенными. А в моем календаре они запрещены. Вот из-за того, что такие разницы, на одном сайте указано одно, на другом сайте указано другое, я все-таки советовала бы, ну как, может каждый послушать совет, но не выполнить его. Но я все-таки советовала бы первые год-два все-таки не забивать себе голову вот этими большими объемами о лунном календаре. А именно выкидывать запрещенные дни, а в остальные дни помаленьку заниматься своими делами. Но если вы хотите все-таки выполнять все условия, я могу вам сейчас прочитать лунный календарь огородника, вот, например, для жителей Алтайского края. Какие дни благоприятны? Баклажаны и перцы в январе с 20 по 29 сеем в теплицу. Томаты благоприятные дни с 20 по 29 сеем в теплицу. И цветы однолетние с 8 по 12, с 20 по 29. Все остальное у нас в Алтайском крае весь январь пустые, вот эти вот клеточки. Потому что ничего еще мы в это время не сеем. Для нас январь это еще слишком рано. Если кому-то интересно, могу сразу вам сказать, что в феврале баклажаны и перцы по Алтайскому краю указаны 17 и 26. Для теплиц высевать благоприятные дни. Больше тут ничего. Ну и цветы с 17 по 26. Если кому-то интересен другой вот календарь, который просто я открыла неизвестно какой, то тут перец сладкий, благоприятные дни в январе. 9, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 24, 28, 29. Этот лунный календарь разрешает сеять во все эти дни. Не знаю, насколько они соответствуют действительности. Вот написано, благоприятные дни для посева семян. Так что, пользоваться лунным календарем или нет, это вы выбираете каждый сами для себя. Учтите, что все лунные календари, что самое главное, я хотела сказать, что все лунные календари в интернете, они очень разные. Информация бывает совсем иногда противоположная. Единственное, в чем они схожи, это они правильно указывают полнолуние и новолуние. Потому что это факт общеизвестный, тут ничего уже от себя не добавишь. Использовать или нет лунный календарь, личное дело каждого. Главное, запомните, просто не надо сеять в полнолуние и новолуние. А остальное, это на ваше усмотрение. Это у вас, вы поймете это только с опытом, нужен вам лунный календарь или нет. Я когда была помоложе, я придерживала всех этих правил, но я иногда запутывалась, забывала, когда какой день. Это надо было каждый раз контролировать себя, а потом я полностью отказалась. Только исключаю вот эти опасные красные дни. Как будете делать вы, вы решите сами. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Разговор о лунных календарях и о том, какие они разные.